На первое у нас суп со шпинатом, второе – голень запеченная с макаронами и соусом. А еще салат по-итальянски, булочку и компот повезут сегодня по домам сахалинских ветеранов. Тушенку с гречкой, как военное время, не готовят. Но, возможно, исключение сделают на празднике. Повара отмечают контингент особенный, поэтому его мнение учитывается. Так, по желанию ветеранов, в меню появились творог и запеченные яблоки. Все питание соответствует рациону питания в диетических заведениях санаторно-курортного лечения. Вы видите наличие овощей. То есть все по сезону мы предлагаем нашим отдыхающим. Такие же блюда подают на стол в санатории, а обед ветеранов пакуют в термосомке и развозят по домам. Пока такая услуга доступна жителям Южно-Сахалинска, Анивы, Долинска и Корсакова. По программе поддержки ветеранов выездная реабилитация на дому проходит в течение двух недель. Но не единожды, а по необходимости. В прошлом году специалистов служили 150 человек. В этом планируют более 300. Мы включаем в выездные бригады не только врачей-специалистов. Сюда входит и психолог, логопед, массажист, инструктор ЛФК, медицинская сестра, физиотерапевтическая. В зависимости от того, кому какая помощь нужна, мультидисциплинарная бригада решает, какой объем медицинской реабилитации им необходимо оказать. Пациенты разные. По словам медиков, кто-то не ходит совсем, кто-то плохо разговаривает. И только одна женщина сегодня согласилась принять в своей квартире журналистов. Мария Александровна, обед. Спасибо. Женщина из всего, что привозят специалистов, больше любит булочку. Но и от остального не отказывается. Остается даже на завтрак. Она и сама готовит. В свои 89 лет Мария Александровна полна оптимизма и бодрости духа. Войну она встретила, когда ей было всего 15. Мы пот и семейно работали. Я была молодая. Энергии много было. Нормально было. Я никогда не уставала. И вот здесь, на Сахалине, прошлый год я ходила, еще бегала. А в этом году уже ноги. Таким пациентам нужно внимание. Это очень важно. Внимание прежде всего. Как правило, они одинокие. Дети в основном не живут с такими людьми. Они живут отдельно. Из-за многочисленных гостей сегодняшняя зарядка была быстрой. Остальные упражнения не для посторонних глаз. Да и у Майи Александровны от переживаний поднялось давление. Три достаточно. Молодцы. Продолжение следует...